В Волгограде выбрали самую славную казачку. За звание лучшей хранительницы семейного очага боролись представительницы окружных казачьих обществ региона. Репортаж Кристин Тараевой. Родовая казачка Елена Романова родилась в хуторе Троицком на Медведице. В повседневной жизни учитель математики и информатики из Кировского района. Но сегодня претендент на звание лучшей казачки, которая гордится своим происхождением и чтит традиции. Казачьи традиции нужно продолжать, нужно их сохранять и передавать следующим поколениям. Кто, если не мы, будем продолжать традиции? Мы взрослые. Поэтому нужно участвовать в таких конкурсах. Еще одна участница Елена Осетрова, домохозяйка. Она воспитывает двух маленьких детей и является участницей коллектива «Донская традиция». Казачка серьезно увлекается генеалогией. Вместе со старшим братом она уже сумела установить 370 человек из своего рода. Это очень интересно. Ты рассматриваешь старые фотографии, ты листаешь старинные книги, метрики. Это очень увлекательно. Один из самых зрелищных – кулинарный конкурс. Каждая участница готовилась к нему основательно, пытаясь удивить членов жюри блюдами, приготовленными по старинным рецептам. Ольга Кузнецова – хлебосольная хозяйка из Камышина, многодетная мама. Женщина не скрывает – очень сильно волновалась перед выходом на сцену. Приготовила щерпу. Так казаки называют подобие ухи – жамульки, сладкие булочки из теста по рецепту бабушки и взвар – компот из фруктов и ягод. Щерпа изготавливается из нескольких сортов рыбы. Может быть и сом, и караси, и лещ. То есть все, чем богата речка матушка, все идет туда. Когда нет поста, то что за щерпа без петуха? То есть сначала варится петух, а потом также варится вся рыба. По словам организаторов, основная цель конкурса – возвращение в общественное сознание образа женщины-казачки, как носительницы традиционных устоев семьи и хранительницы домашнего очага, а также повышение интереса волгоградцев к краеведческой работе в области традиционной казачьей культуры. В наше, наверное, время казаки – одни из немногих людей, которые любят свое государство и воспитывают своих детей в духе патриотизма, любви к родине и в казачьих традициях. Праздник удался на славу, и каждая казачка доказала, что достойно звание «Славное». Кристина Тараева, Юрий Комочков, Вести, Волгоград.